В Магадане построят новый родильный дом в рамках государственной программы развития здравоохранения. Это будет высокотехнологичный медицинский центр, где будет оказан полный спектр всех услуг, связанных с акушерством, гинекологией и репродуктивной помощью здоровья. Здесь будут сфокусированы все акушерско-гинекологические службы, то есть это будет гинекология, женская консультация, центр семейной медицины, собственно роддом, отделение патологии беременности и отделение выхаживания новорожденных. 12 мая 2020 года началось непосредственно строительство будущего родильного дома. На данном этапе производятся работы по выборке грунта согласно плану объекта строительства. Для этого сейчас задействован экскаватор и самосвал, чтобы вывозить весь грунт. Рабочие частично откопали третью секцию, ждут переноса воды и уже совсем скоро в июле приступят к устройству фундаментальной плиты. Параллельно с этим также планируют вести работы по откопке первой, второй и четвертой секции. В этом году финансирование предусмотрено в размере 150 миллионов рублей, а в целом на весь проект выделено около 5,5 миллиардов рублей. На начальном этапе провели все необходимые экспертизы и проблем никаких не выявлено. Была проведена экспертиза существующих домов-фундаментов. Есть заключение, фундаменты в удовлетворительном состоянии, то есть ведется еще мониторинг домов, чтобы не было никаких подвижек грунта. Новый родильный дом необходим региону, потому что в настоящее время данное медицинское учреждение расположено в четырех отдельно стоящих корпусах, которые находятся в разных концах города. Два из них расположены в жилых домах, а одно из них признано аварийным. И все эти учреждения уже не соответствуют современным санитарным нормам, правилам планировки и перинатальным технологиям. В конечном итоге их полностью освободят и объединят в новый родильный дом. Наконец-то мы можем себе позволить партнерские роды, которые очень востребованы в нашем регионе и которые мы не могли раньше проводить, потому что, опять же, акушерский корпус не соответствовал санитарным нормам и правилам. Новые операции, ну, все развивается, возможно, что-то новое и появится. По словам Натальи Идяча, квалифицированных врачей в Магадане хватает, потому что постоянно выпускаются молодые люди с университетов, а также приезжают с других регионов. Поэтому проблем с кадрами точно не возникнет. Мэр Магадана Юрий Гришан проверил состояние лестницы и тротуара по адресу переулок Морчиканский, 11. Проблемы по благоустройству города были основными в ходе приема граждан и вопросов на прямой телефонной линии. Поэтому городоначальник вместе с департаментом САТЭК выехали на проблемные участки областного центра. В ходе проверки выяснилось, что на тротуаре Морчиканского переулка отсутствуют пандусы и лестницы. Ходить здесь действительно невозможно ни с колясками, ни тем более уже не будем говорить об инвалидах-колясочниках. Поэтому сейчас мы здесь с заместителем руководителя департамента САТЭК определили, что в первую очередь сделаем пандусы и лестницы. И до конца сезона, возможно, и вот эту часть заасфальтируем. Вот нижняя часть там приведена в порядок лестницы, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить комфорт для пешеходов. Напомним, что прямая линия проводится еженедельно по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 17 часов. С жителями по заранее определенному графику общаются руководители управлений и департаментов, заместители мэра и глава города. Телефон прямой линии 62 50 65. В Магадане сотрудники госавтоинспекции провели встречу с автолюбителями. Она посвящена акции «Общественный совет за безопасность дорожного движения». Встречу сотрудники полиции провели совместно с представителями общественного совета при ОМВД России по Магаданской области. В связи с наступающим праздником, Днем семьи, любви и верности, в РИО начальника ОМВД России по Магаданской области поздравил супружеские пары. Сотрудник вручил семьям цветы и памятные презенты. Неожиданно! Мы в процессе работы забыли, что сегодня праздник. И это было прям невероятно так приятно, что это... Я прям не могу, я слов нет. Акция «Общественный совет за безопасность дорожного движения» проходит уже почти 20 лет. Несмотря на это, жители до сих пор приятно удивлены вниманием сотрудников полиции. Нам очень приятно сегодня, вот так внезапно, неожиданно встретить вас на нашей Колымской трассе. Мы уже живем и в канун для всех любви и верности поздравить вас с этим праздником. Дай Бог здоровья и всего самого хорошего. Сотрудники полиции присоединились к проведению мероприятия. Они пожелали автомобилистам безопасности на дороге и вручили памятки для учета скоростных движений. Мы желаем им безопасных дорог. И самое главное, помните, что семья – это важно. И правила дорожного движения соблюдать нужно не только для того, чтобы не получить какие-то штрафы, а для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье себя, своей семьи и тех окружающих людей, которые являются участниками дорожного движения. Представители Общественного совета при УМВД России провели для автомобилистов беседу по выявлению проблем на дороге. Магаданцев спросили о том, чего им не хватает для комфортного вождения. Также сотрудники спросили у людей, возникают ли у них проблемы с дорожным движением, светофорами и камерами. Вы знаете, больше камер ничего не даст. По-моему, я вот по городу часто гадаюсь, ошибка нарушителей я не вижу, чтобы там где-то кто-то нарушал. Но на материке ездите за рулем? Бывает. Ну вот если сравнивать, на материке у нас. У нас аккуратнее. Главный вывод, и было очень приятно слышать, что сравнивают работу госсотрудников ГАИ Магаданской области и материка. Это, говорит, небо и земля. То есть наши ребята на уровне, культурные, вежливые. Отмечают и улучшение организации дорожного движения, и грамотную разметку. То есть это уже сотрудники дорожного надзора стараются. Специалисты отметили, что за последние 20 лет традиция проведения акции закрепилась. Сначала автомобилисты настороженно относились к ней и не шли на контакт. Сейчас уже горожане привыкли, и с сотрудниками госавтоинспекции разговаривают откровенно. Представители общественного совета отметили, что для них в первую очередь главное, чтобы магаданцы им доверяли, шли на контакт и относились с уважением к сотрудникам полиции. По информации Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, на Колыме продолжается борьба с природными пожарами. Силы и средства авиалесоохраны осуществляют работы по тушению пяти пожаров. За последние сутки ликвидирован лесной пожар, возникший в районе поселка Атка. Работники Аткинского участка ООО СК «Стройдор» с помощью бульдозерной техники своевременно приняли меры к локализации пожара, проложив вокруг очага минерализованную полосу. Дотушивание и окарауливание кромки осуществляли работники авиалесоохраны. Тушение лесного пожара осуществляется в районе поселка Талая, где в 8 километрах от поселка в результате грозового разряда загорелась сопка. Группа десантников авиалесоохраны доставлена к месту действия пожара вертолетом. Продолжается тушение лесного пожара, возникшего в 20 километрах от поселка Амсукчан. В помощь к работникам Амсукчанской лесопожарной станции авиалесоохраны направлены силы областного пожарно-спасательного центра. Кроме того, тушение пожаров осуществляется на территории Тинькинского, Сусуманского и Северо-Ивенского городских округов. Пожарная опасность на территории области остается высокой, местами чрезвычайной. Продолжается грозовая деятельность. Ситуация остается под контролем. Чрезвычайных ситуаций нет. Угрозы населенным пунктам не допущено. Более 30 тысяч колымчан в Магаданской области привились от COVID-19. Из них завершили иммунизацию двумя компонентами вакцины около 25 тысяч человек. Всего на территории Колымы специалисты планируют привить от коронавируса более 60 тысяч человек. Это 60% населения. В настоящее время в регионе работают 28 пунктов вакцинации. Их обновленные адреса и режимы работы опубликованы на сайте Минздрава Магаданской области. Для маломобильных граждан, у которых нет возможности прийти самостоятельно в медучреждения, работают мобильные бригады. Записаться на прививку против новой коронавирусной инфекции магаданцы могут через портал Госуслуг, а также по телефонам колл-центров 122 и 220-003. Для вакцинации на территории остальных городских округов колымчанам необходимо записаться в регистратуре поликлиники по месту жительства.